Здравствуйте дорогие друзья! С вами снова Дом культуры Луч и я Екатерина Александрова. Совсем немного времени остается до наступления Нового года, а подумать, что мы хотим подарить своим друзьям и близким уже пора подготовить подарки. Сегодня мы приглашаем вас на экскурсию. Наша выставка собрана из подарков ручной работы, которые будут замечательными сюрпризами к Новому году. Давайте же посмотрим, какие чудеса лежат в нашем лукошке. Украсить елку игрушками ручной работы это очень красиво и необычно. И первыми экспонатами как раз являются игрушки, сделанные вручную и украшенные с помощью джутового шнура. Они будут замечательно смотреться на елке и выглядеть совершенно необычно. Даже само наше лукошко, связанное с трикотажной пряжей, может быть подарком, который положит сладости, игрушки детям. Надеемся, что он тоже понравится. Символом наступающего года является белый металлический бык. И сегодня мы приготовили для вас интерьерные игрушки. Они выполнены в технике грунтованный текстиль, но оформленные по-разному. Вот несколько игрушек выполнены с помощью декупажа по ткани. Они грунтованы акрилом, а потом на них выполнен декупаж. Вот такая игрушка. Она прямо расписана акриловой краской, тоже сшита из ткани и расписана акриловой краской. И вот этот серебряный бычок, как символ года, металлический бык, тоже в технике грунтованный текстиль. А если у кого-то вдруг найдутся старые джинсы, то получится вот такой, в стиле деним. Тоже очень симпатичный бычок. Символ года у нас представлен в нескольких вариантах. Вот, например, мягкая игрушка. Это бычок, связанный крючком из пряжи. Я думаю, что он очень понравится деткам. И украсит интерьер в новом году. А вот такой бычок необычный. Это корзинка, в которую можно уложить подарки, сладости, фрукты. И тоже преподнести друзьям на Новый год. Также у нас есть необычная упаковка для подарков, которая связана из трикотажной пряжи. И сапожок под елочкой, наполненный сладостями, очень удивит и обрадует гостей. Необычная елка. Это шкатулка, в которой можно положить конфеты, украшения и какие-то мелкие сюрпризы. Даже маленькую бутылочку новогоднего шампанского можно спрятать вот в такой необычной упаковке. Я думаю, что подарком для модниц будет замечательная сумочка ручной работы, связанная с трикотажной пряжей. Вот они у нас две разные модели, которые тоже можно подарить к Новому году. И совершенно не обязательно, чтобы подарки были символичными к Новому году. Они могут быть просто интерьерным украшением. Вот такие у нас представлены, например, корзины. А вот семья СО тоже займет достойное место у людей, которые коллекционируют этих замечательных птиц. Ажурные салфетки очень украсят интерьер и будут замечательным и необычным подарком. А если мы вспомним с вами пословицу о том, что Сане нужно готовить летом, а телегу зимой, то зима – самое подходящее время, чтобы подумать о летних аксессуарах. И вот у нас к лету подготовлена замечательная ажурная блуза и сумочка летняя с цветами. Даже выполняя ее, радуешься и ждешь теплых дней. Вот такая у нас вышла экскурсия. Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. Занимайтесь творчеством. Делайте подарки для своих друзей и близких своими руками. И будьте здоровы. До новых встреч, дорогие друзья. Но мы с вами не расстаемся надолго. Следите за нашими новостями в соцсетях. И незадолго до Нового года подготовили для вас кое-что необычное. Спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok